Здравствуйте, у микрофона Владимир Сметанин. Сегодня я буду беседовать с генеральным директором Вятского машиностроительного предприятия «Авитек» и Кировского машиностроительного предприятия. Это Александр Иванов. Александр Владимирович, добрый день. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В предыдущий раз мы встречались с вами в сентябре этого года, и наша беседа была посвящена большой, грандиозной дате – это 90-летие предприятия «Авитек». И тогда в ходе нашей беседы вы еще раз озвучивали очень важную информацию о том, что к концу этого 2021 года произойдет, но не побоюсь этого слова, наиболее значимое событие в экономике нашего региона – объединение Вятского машиностроительного предприятия «Авитек» и Кировского машиностроительного предприятия. Давайте озвучим последнюю актуальную информацию, когда же, наконец, произойдет объединение. Мы рассчитываем, что 30 декабря – это последний рабочий день, объединение двух заводов – это «Авитека» и Кировского машиностроительного предприятия – должно юридически завершиться. К «Авитеку» будет присоединено КМП, а КМП как предприятие, как юридическое лицо будет ликвидировано. Таким образом, с 1 января будет существовать один крупный, мощный машиностроительный завод под тем же названием АО «Вятское машиностроительное предприятие «Авитек». Процедура, она достаточно длительная, сложная юридически. Мы все этапы эти прошли. Сейчас мы ждем последние документы, которые мы должны получить от Центрального банка Российской Федерации. Это регистрация проспекта эмиссии объединенного предприятия. После чего мы подаем документы в налоговую инспекцию для регистрации процедуры присоединения КМП к «Авитеку». Давайте теперь логично перейдем к тому, какие цели, какие задачи закладываются в связи с такими большими изменениями. В чем будет положительный эффект? Хотел бы напомнить, что КМП «Авитек» было по решению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина начато строительство и построено с 2012 по 2016 год. Было построено предприятие. Новое предприятие строилось рядом с заводом «Авитек». На земельном участке, который ранее принадлежал «Авитеку», он был выделен и передан концерну. Концерн «Алмаз-Антей» построил новый завод. По самым последним технологиям, которые у нас есть в стране, это новое современнейшее машиностроительное предприятие. При этом хотел бы сказать, что изначально в проект закладывалась тесная кооперация с «Авитеком», и на новом предприятии отсутствовал ряд производственных процессов, которые нецелесообразно было дублировать и развивать на новом предприятии. Те процессы, которые имелись на «Авитеке». И в ходе строительства завода на «Авитеке» проводилась модернизация этих технологических процессов, модернизация производственных мощностей для того, чтобы два завода, рядом находящиеся, могли в кооперации выпускать необходимую продукцию. Вы говорили уже об этом. На тот момент кировское машиностроительное предприятие, оно выступило таким драйвером, локомотивом, да? Оно повело за собой, что называется, одно из самых старейших предприятий. Напомню, что открытие было в 2016 году. И в 2018 году концерн «Алмаз-Антей» принял решение об объединении двух предприятий в конце 2018 года, так как стало понятно, что это нельзя строить взаимоотношения двух этих предприятий, как обычное взаимоотношение двух различных юридических лиц. Потому что технологические процессы были настолько переплетены, что для производства изделий необходима была очень тесная кооперация. И некоторые детали 6, 7, 8 раз переходили из цехового «Авитека» в КМП для того, чтобы получить завершённые изделия. Да, я помню, вы приводили этот пример, и очень важно и сложно документально это всё оформить, потому что это взаимоотношения разных юридических лиц. Конечно. Поэтому было принято решение о том, что два предприятия должны быть объединены. Мы, конечно, думали, что процесс займёт меньше времени. Если помните, и в прессе звучало, и мы рассчитывали, что мы сможем объединиться в течение 2019 года, 2020. Потом 2020 звучало. Да, 2020 года. Но реально процесс оказался более сложным, и завершается он только в 2021 году. Немаловажный вопрос – вопрос персонала. Мы живём в такое достаточно сложное экономическое время, и каждый из нас переживает за своё рабочее место. И тут логично спросить, а что произойдёт с рабочими местами, не будет ли сокращений? Сейчас и на «Эвитеке», и на «КМП» оптимизировано количество рабочих, которые позволяют выполнять государственные экспортные контракты максимально эффективно. И у нас на следующий год после объединения план производства уже сформирован, и он выше для объединённого завода, чем отдельные планы производства на «Эвитеке» и на «КМП» по этому году. У нас в этом году тоже очень значительно большие планы, которые мы выполнили. Но в следующем году будет ещё рост производства. Таким образом, это гарантировано, у нас не будет сокращения. У нас, наоборот, если посмотреть нашу заводскую газету «Голос рабочего», у нас на последней странице практически весь разворот, иногда весь разворот, иногда там две трети разворота, там всегда печатается рубрика «Требуется на работу». Вакансии, в общем. Вакансии, да. И там несколько десятков, там три-четыре десятка вакансий, которые требуются. Мы планируем, что после объединения у нас, во-первых, никакого сокращения не будет. Планируется рост производства, соответственно, увеличение количества рабочих вакансий будет. Ну и я ниже, наверное, остановлюсь, что у нас планируется строительство новых корпусов, запуск нового производства, и, соответственно, у нас будет значительный набор и рабочих, и ИТР, и руководителей для выполнения всех наших планов. Давайте напомним текущую численность работников обоих предприятий. На сегодняшний день текущая численность работников двух заводов уже превысила 6 тысяч человек. 6 тысяч, да, я помню. Если я в прошлый раз еще говорил, что у нас около 6 тысяч, у нас было реально там около 5 тысяч 950 человек, то мы сейчас уже превысили уровень 6 тысяч человек. Эта цифра, она не останавливается, она реально будет возрастать, но это не связано как бы с целью увеличения количества работников, это связано с реальным ростом объема производства. И вот хотелось бы сейчас как раз об этом подробнее поговорить. Вы неоднократно упомянули эти слова, рост производства, расширение объемов производства. Какие задачи будут ставиться перед объединенным предприятием, за счет чего будут увеличиваться эти объемы? Хотел бы сказать, что у объединенного предприятия будет много преимуществ перед двумя предприятиями, которые даже работают в очень тесной кооперации. Понятно всем, что мы объединяем дублирующие функции, которые были на одном и на втором предприятии. Это как управленческие функции, производственные функции. Речь идет о том, чтобы перераспределить эти функции в сторону повышения эффективности производства. Могу привести такие примеры, что у нас были запаролированы службы главного энергетика, службы главного механика, службы главного… И там, и там они, да? Да, они там и там были. Службы безопасности, коммерческие службы по закупке материалов, службы экспедиции по отгрузке готовой продукции. Все эти функции требовали определенного управления, определенного персонала, который будет и выполнять, и руководить. Соответственно, при объединении это будет укропнение этих служб, перераспределение функций, и никого мы из руководителей не увольняем. Объемы задач, которые выполняют эти службы, будут увеличены и будут намного эффективнее, чем на двух разных предприятиях. Ну, плюс у нас логистика, потому что два завода занимались закупками, заключением договоров. Это я имею даже внешне с другими предприятиями. Я понимаю, да, да. Но так как это два юрлица, между собой еще у нас было огромное количество договоров, которые нужно было заключить между двумя предприятиями, их исполнять, контролировать, обслуживать. Значит, самое главное документооборот обеспечить. Это бухгалтерия, финансовая служба, закупки, юридические службы, документооборот и логистика между двумя предприятиями. Это уйдет в прошлое. У нас будет теперь единое эффективное производство. К примеру, у нас на ВИТЕКе, на КМП есть похожие подразделения, и мы эти подразделения направляли с ВИТЕКа, направляли в командировку на КМП, а когда на КМП задача выполнялась, а на ВИТЕКе нужно было усидеть, мы делали обратный процесс, направляя в командировку с КМП на ВИТЕК. Это требует, во-первых, чтобы направить людей в командировку, требует заключения договорных документов, урегулирования финансовых вопросов, оплата этих переводов командировочных и так далее. Затем нужно, так как у нас предприятие режимное, нужно было оформлять, соответственно, допускные документы. Но всё это занимало время, лишняя работа, ну, неэффективно. Сейчас у нас получится, что мы это осуществляем, как на любом предприятии, это внутри цеховые перемещения. Мы с одного цеха переводим в другой, с того возвращаем обратно, и таким образом без такого огромного количества бумажной работы, которую совершали раньше. Ну, простым человеческим языком, говоря, быстрее, эффективнее всё это происходит. Конечно. Это только маленький пример, который я сейчас привёл. Ну, понятный всем пример. Да. Когда будет единая, допустим, закупка материала, и нужно этот материал перераспределить на два предприятия бывших, да, раньше-то просто так не сделаешь. Это либо через закупку, либо довальческие материалы, но надо всё равно оформлять. Сейчас это будет распределяться одной службой без всяких проблем. Очень много плюсов, которые мы достигаем при объединении предприятий. Самое главное, это реально будет очень мощное предприятие, обладающее всеми необходимыми технологическими процессами для выпуска продукции, начиная с закупки материала до выпуска готовой продукции, которая поставляется заказчику. Это редкие предприятия, которые обладают законченным технологическим процессом от материала до готовой продукции. И вот АвиТек и КМП совместно теперь объединённые предприятия будут обладать такими возможностями. Ну, знаете, такое ощущение создаётся, вот наступит новый 2022 год, и объединённое вот это мощное, наимощнейшее предприятие, оно просто вздохнёт с новой силой, да, расправит свои плечи и будет готово с гордостью идти шагать дальше, да, выполнять новые задачи. Правильно, так и получится, вплоть до того, что мы уже определённое количество людей с КМП переоформили на АвиТек, и нам останется буквально в течение некоторого короткого времени завершить процесс там в январе месяца и переводом оформить на АвиТеке. При объединении однородных подразделений мы зарплаты выравниваем по верхнему уровню, мы не можем и на АвиТеке, и на КМП, если на АвиТеке зарплата персонала, куда вливается подразделение КМП выше, значит, у КМП по должностям, соответственно, оклады также приводятся к одним нормативным требованиям, и они возрастают. А давайте напомним сразу среднюю по предприятиям. Средняя зарплата сегодня под предприятием 54 тысячи рублей. Да, в прошлом году была ещё мы чуть-чуть, там 49-800 была зарплата по прошлому году, причём зарплата выравнивается и у ИТР, у работников, и руководителей, самое главное, что выравнивается зарплата у рабочих. Мы сейчас стараемся и на цеховом уровне привести к одной нормативной базе, у нас цеха делились на первую, вторую, третью категорию в зависимости от выполняющих функций, мы и здесь стараемся привести цеха, пока мы выбираем третью категорию, приводим ко второй, первой. В перспективе мы придём вообще на заводе к единой нормативной базе, которая устранит категорию. Категории были введены лет 30 назад, когда считалось, что один цех – это главный, есть цех вспомогательный, есть цех обеспечивающий, и вот когда была нехватка рабочей силы, рабочие очень сильно дифференцировались по своей профессиональной квалификации, тогда вот считали, что цех металлообработки или основной цех – это основной, и у них зарплаты выше. А вот цех, который, значит, обеспечивает у них, тот же инструментальный, он второй категории. Хотя инструментальщики по своему профессионализму и по профподготовке, они в целом выше, чем в цехе мехобработки. Такие были перекосы раньше. Мы давно это уже исправляем, и сейчас мы поправляем с учётом объединения, мы это поправляем значительно. Плюс у нас идёт индексация одновременно заработной платы, и при индексации мы также выравниваем те перекосы, которые ещё существуют. Объединение очень, я думаю, скажется на мотивации и на стимулирование с учётом роста уровня заработной платы. Да, это очень большой фактор, значимый, безусловно. Я напоминаю, что мы беседуем с генеральным директором Вятского машиностроительного предприятия «АвиТеки» и Кировского машиностроительного предприятия Александром Ивановым. Вы знаете, Александр Владимирович, я хотел бы сейчас вот в такую плоскость направить нашу беседу, чтобы приблизить к каждому слушателю, так скажем, значимость этих грядущих изменений. Не надо ни в коем случае думать, что это только вот дело «АвиТека» и КМП, их объединения. Ведь «АвиТек» в первую очередь, предприятие с 90-летней историей, столько судеб, столько жизней жителей города, области с ним связано. Поясните, пожалуйста, а что для нашего конкретного города, для региона будет означать это объединение, для экономики региона? К примеру, сейчас годовой фонд заработной платы приблизительно там несколько миллиардов рублей. На этот фонд заработной платы, естественно, отчисляются налоги. Эти налоги идут в бюджеты федерального уровня, в бюджеты регионального уровня, в бюджет местный. На следующий год еще будет увеличение объема производства, соответственно, будет увеличение отчисления налогов. Что касается людей, соответственно, как мы говорим, заработная плата 54 тысячи рублей, и мы планируем рост в связи с индексацией. Этот объем средств, которые получают там 6 тысяч человек, это значительно там порядка 300 миллионов в месяц, эта заработная плата потом перераспределяется в городе и поддерживает определенный уровень работы других предприятий, сервиса, предприятия, быта. Это повышение область состояния работников. Мы считаем, что это очень значимая социальная функция предприятия. Вообще у нас Авиатек и КМП – это предприятия социально ориентированные. На это нас ориентирует и руководство концерна. Ну и хотел бы сказать, что Авиатек и КМП очень много оказывают спонсорской помощи школам, детским садам, общественным организациям, ветеранским организациям, спортивным организациям. В общем-то, на это тратятся значительные средства, которые у нас есть. Также мы тратим средства на то, чтобы действительно сделать среду вокруг даже завода привлекательной, современной, которая украшает город. И это заметно по тем проектам, которые уже реализованы. Да, вот площадь 20-го партсъезда, уже с неё видны новые отремонтированные корпуса завода, новая наша башня с новыми часами, на которые жители Филейки всё время обращают внимание. Достопримечательности уже полюбившиеся. Да, достопримечательности. И другие проекты, которые мы и реализовали, и собираемся реализовать. У нас запланировано, как я говорил, строительство новых корпусов под расширение производства. И по нашим расчётам таких, это будет добавлено около 100 рабочих мест. Этот проект будет реализован в 2022-2023 году. Сейчас заканчиваются проектные работы. И строительные работы реально начнутся в 2022 году. Во-первых, это федеральная целевая программа, которая предусматривает инвестиции, это более миллиарда рублей. И тоже реализация в Кировской области, на АвиТеке. И мы это всё сделаем, запустим, расширим производство. И тоже это расширение как раз связано с тем, что завод объединился, планируется рост производства, и без этого строительства мы это не обеспечим. Таким образом, для Кировской области это тоже значимо, потому что это новые инвестиции, это новые финансирования, и это создание новых рабочих мест. Самое важное. В общем, я такой делаю вывод. Нет, заводы, но пока ещё два предприятия после своего объединения, но собираются ещё более мощной силой выступать, да и в социальном плане, и в производственном. Что касается руководства концерна Воздушно-космической обороны, «Алмаз-Антей», ощущаете ли вы всецелую поддержку? Вот как оно оценивает эти грядущие перемены? Хотел бы сказать, что концерн «Алмаз-Антей» проводит не первое объединение предприятий. Аналогичное объединение произошло и в городе Москве двух предприятий, и в Нижнем Новгороде в прошлом году произошло объединение. И мы отправляли целые группы специалистов и делегации на эти предприятия, которые знакомились с опытом объединения для того, чтобы перенять положительные примеры, положительный опыт, и учесть те ошибки, которые были при объединении. Избежать этих ошибок. Да, чтобы их избежать. Мы действительно получили очень хорошую практику, мы получили, так сказать, искреннюю помощь от своих коллег и учли те ошибки, которые у них были, те сложности, с которыми они столкнулись, и у себя нам удалось эти ошибки избежать. Концерн нас поддерживал даже в плане выбора процедуры, когда решался вопрос, что же делать, объединить «АвиТек» к «АвиТеку» путем объединения двух предприятий, присоединения к «АвиТеку» или «АвиТек» присоединения к новому заводу. Объединение, если… Ну, вот два варианта других мне понятны. Объединение, то есть это создание еще одного юридического лица. Да, создание третьего юридического лица с ликвидацией двух старых юрлистов. Но было принято решение путем присоединения, причем вопрос тоже решался в том числе и в трудовом коллективе. И на «АвиТеке», и на «АвиТеке». Принятое решение, оно логически вытекает из всей истории создания двух предприятий. Если «АвиТек» в этом году отметил 90-летие. Предприятие, созданное в 1931 году в Москве, потом в 1941 году было эвакуировано в Киров, и эти все предприятия с наименованием – это завод номер 32, почтовый ящик во время войны, затем машиностроительный завод 20-го партсъезда, затем, когда был построен еще гирсовский завод, это стало машиностроительным объединением 20-го партсъезда, потом было принято «АвиТек», это все одно юридическое лицо. Не правоприемство там каким-то с закрытием одного и передачей другому, это одно юридическое лицо действительно 90-летней истории. С тремя орденами, которые были получены, один орден перед войной, засвоение новой продукции в 1940 году, орден Красной Звезды. По итогам героической работы завода в годы Великой Отечественной войны в 1945 году завод получил орден Трудного Красного Знамени, и в 1971 году завод получил орден Знак Почета за освоение новой техники. Завод с 90-летней историей, с тремя орденами, со славной школой, традициями, с устоявшимся коллективом. И новый завод, конечно, современнейший новый завод, это механическая обработка и плюс сборочное производство. А многие процессы всё равно на ВИТЭКе. И коллектив всё равно проголосовал. У нас был референдум на заводе. Коллектив, практически весь ВИТЭКа и большинство на КМП проголосовали за присоединение к ВИТЭКу. Потому что, как ещё сказал директор концерна, знамёна и ордена и история должна оставаться и не куда-то присоединяться. Да, должна оставаться. Но я хотел бы ещё приятную новость. Когда у нас было 90-летие, мы за день до нашего юбилея, до 1 октября, получили телеграмму от президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, который поздравил наш коллектив с этой знаменательной датой. Это достаточно не очень распространённая такая или традиция, или распространённая процедура, когда руководитель страны поздравляет отдельно взятое предприятие. Ну, вот ВИТЭК своей славной историей, 90-летней историей, на благо нашей Родины, значит, заслужил поздравление президента. И поэтому Алмаз Антей, конечно, поддержал эту инициативу и присоединяет новый завод к старому. ВИТЭК остаётся, юрлицо КМП будет ликвидировано. Ну, 90 лет ВИТЭКу, тут уже их достали, это уже немного совсем. В общем, предприятия со столетней историей, присоединяя к себе Кировского и машиностроительное предприятие, получают такую силу, такие мощности, что это минимум на следующее 100 лет это такой задел-то сделан. И вот с 1 января 2022 года все сотрудники предприятия, и вы в том числе будете носить гордое звание АВИТЭКовцы. Это все одна большая семья, готовая выполнять любые поставленные производственные задачи. Да, и хотел бы ещё сказать, что у нас и на АВИТЭКе у нас есть контракты по госконтрактам до 2023 года, по экспортным контрактам у нас до 2025 года есть контракты, подписанные контракты, очень много ещё государственных экспортных контрактов в стадии оформления. На КМП тоже есть свои государственные контракты на этот же период, и есть экспортный контракт большой, который мы выполняем до 2024 года. Таким образом, при слиянии предприятий, обязанности и права КМП по универсальным правилам переходят к АВИТЭКу. Мы получаем, на АВИТЭК переоформляем те же госконтракты и экспортные контракты, и к нам переходят все обязательства. Таким образом, до 2025 года на Большом объединённом заводе есть гарантированные государственные и подписанные экспортные контракты. Есть работа, запланировано поступление финансовых средств по результатам работы, запланировано развитие завода, создание новых рабочих мест, и я думаю, что у АВИТЭКа очень хорошие перспективы на следующее десятилетие, как минимум до своего столетия. Ну что ж, мне остаётся только поздравить вас с достижением столь высоко поставленной цели. Новые будут цели, задачи, но объединение АВИТЭКа и Кировского машиностроительного предприятия это наиважнейшее, возможно, даже событие уходящего 2021 года. Спасибо большое. На этом завершаем наш разговор. Александр Иванов, генеральный директор АВИТЭК и Кировского машиностроительного предприятия. Ну, это я вот пока вынужден, пока так представлять, но уже с 1 января 2022 года будет одно объединённое единое предприятие АВИТЭК. Спасибо большое за предоставленную возможность сегодня побеседовать о таком значимом событии. Я хотел бы поздравить и работников АВИТЭКа, и КМП с наступающим Новым годом, а также поздравить всех жителей Кирова и Кировской области с наступающим Новым годом. Пожелать крепкого здоровья, успехов, счастья, чтобы Новый год был, во всяком случае, радостней, веселее. Будем работать, будут новые поводы для встречи, для разговора обязательно, так что в скором времени состоится, я уверен, очередная наша беседа. Всего доброго. Спасибо.